Этот сегодняшний концерт в каком-то смысле тоже продолжение того, что мы бы хотели в этом году позиционировать. Это открытый российский фестиваль. И вся наша национальная страна подставлена в разных корпусных и в некоркурсных программах фестиваля киношок. Мы хотим шокировать добротой, профессионализмом, отношением к своему делу, к искусству, так как того это требует время, и, наверное, мы не заметили, потому что все, что мы делаем, мы делаем для вас. В программе приняли участие актеры разных поколений. Всех объединило одно – желание устроить для анапского зрителя праздник. На галоконцерте представили отрывок из кинокартины «В начале славных времен» по роману Алексея Толстого. Одну из главных ролей в фильме сыграла народная артистка РСФСР Любовь Полехина. Долгое время актриса жила за границей, где снималась в сериалах. А в начале 2000-х вновь вернулась на отечественный экран. В Анапе она впервые отмечает особую теплоту приема. Зритель у вас очень доброжелательный, очень, ну, просто прекрасно, как сказать, реагирует, очень с удовольствием смотрит. И мне кажется, что ваш зритель очень культурный, очень подготовлен. Это необыкновенный фестиваль. Я когда, вот первое, что меня как бы поразило, это то, что я была на открытии. Я увидела, с какой любовью, с каким прекрасным отношением, в общем, организаторы отнеслись к этому фестивалю. И вот эта энергетика, она передавалась в зал. Это было настолько красиво, это было насколько удивительно, что, в общем, так нечасто бывает. А вот киноактриса Лариса Лужина, можно сказать, сторожил фестиваля, принимает в нем участие со дня основания. На сцене она исполнила одну из своих любимых песен «Ты не печалься», зарядив зрителя позитивным настроением. Одна из самых запоминающихся работ Ларисы Лужиной – роль в фильме «Вертикаль» 1966 года, где она сыграла вместе с Высоцким. Тогда было совсем другое кино. Однако народная артистка считает, современный кинематограф развивается семимильными шагами. У нас все время говорят, что кино наше там кончилось, его нет, неправда, оно есть. И это говорит о том, что мы принимаем участие во всех международных кинофестивалях, и наши картины даже выходят на номинацию, попадают и все, и получают награду. Значит, кино, оно существует. Единственное, что нужно менять, это прокат, потому что прокат очень дорогой. И не доходит кино до зрителя. Вот в чем дело, очень дорогие билеты. И только благодаря фестивалям, которых сейчас, слава Богу, очень много, люди узнают про новое кино. Они таким образом знакомятся, хотя бы таким образом. Участники галоконцерта не только выступали с творческими номерами, но также общались со зрителем, признавались в любви Анапе и благодарили анапчан за ежегодный, теплый и радушный прием.